Добрый вечер. Вы провели множество встреч с белорусскими чиновниками. Расскажите об итогах вашего визита в Беларусь и о перспективах сотрудничества. Я приехал к вам из Европейской экономической комиссии ООН. Наша организация сотрудничает с Республикой Беларусь уже на протяжении многих десятилетий. Мы вместе работаем в самых разных областях. Сохранение окружающей среды, безопасность на транспорте, статистика, благодаря которой политики могут принимать верные решения, торговля, позволяющая выходить на новые рынки и создавать рабочие места. Мой визит в Беларусь посвящен также развитию Института государственно-частного партнерства. Мы приветствуем активное участие частного сектора экономики в развитии страны. Мы считаем, что в этом заложены большие перспективы и предвидим расширение нашего сотрудничества с Республикой Беларусь. Как Вы оцениваете шаги, которые предпринимает белорусское руководство для развития государственно-частного партнерства? Беларусь сегодня является страной, которая может выступать моделью, образцом для других государств региона. Ваша страна очень серьезно относится к государственно-частному партнерству. У Вас создаются условия для его развития, работают институты, которые занимаются этой тематикой, а парламент готовит соответствующий базовый законопроект. Все это вместе создает хороший фундамент и со временем позволит привлечь частный сектор в работу экономики страны и повысить благосостояние граждан Республики Беларусь. Насколько я знаю, законопроект, соответствующий в парламенте, находится, и второе чтение должен пройти уже в ближайшее время. Но что касается развития предпринимательства в Республике Беларусь, по Вашему мнению, какие шаги нужно сделать Беларусь на этом пути? Сегодня я посещал БГУ и встретился со студентами. Это поколение готово создавать малые и средние предприятия, которые являются основой предпринимательства, инноваций и, как следствие, продукции, которая пойдет на местный рынок, а затем и на общий мировой. Поэтому мы приветствуем государственную поддержку предпринимательства посредством реформ. Мы полагаем, что белорусское правительство будет поддерживать это направление. Со своей стороны мы также окажем всю планомерную поддержку. Насколько я знаю, у Вас недалеко от Копенгагена есть небольшая ферма. Это малое предпринимательство или для души занятие? Я родился и вырос на ферме, и поэтому всегда был близок к сельскому хозяйству. К сожалению, моя ферма сегодня уже не является особо продуктивной. У нас остались только лошади и несколько наделов земли, засеянных травой. Но мне нравится физический труд. Всегда приятно поработать руками, насладиться чистым деревенским воздухом и привести свои мысли в порядок. Когда ты это делаешь, на душе становится спокойнее. Да и моя жена говорит, что, отсидев неделю в офисе, полезно физически поработать. В силу различных обстоятельств, Беларусь оказалась вовлеченной в санкционное противостояние между условным Западом и Востоком. Насколько я знаю, Европейская экономическая комиссия ООН не одобряет санкционные методы. Вы сохраняете подобные убеждения? Что Вы можете сделать для того, чтобы вот эту сложную ситуацию разрешить? Есть один урок, который нам следует вынести из истории Европы. Нам необходимо сотрудничать, развивать торговлю, транспорт, туризм, взаимодействие между вузами. Мы должны помнить, что взаимозависимость и сотрудничество являются залогом мира. Однако в последнее время страны Европы стали об этом забывать и пошли в обратном направлении. Они используют язык санкций. Но я верю, что однажды сотрудничество возобновится, и, как сказал Ваш президент, заработает интеграция интеграций. Мы со своей стороны намерены поддерживать такое движение. Европейская экономическая комиссия ООН будет прикладывать все усилия для развития и укрепления экономического взаимодействия между странами. Ну вот вопрос, как это сделать. Есть два крупных интеграционных объединения. Европейский союз и Евразийский союз. Как нужно выстраивать между ними отношения? Возможно ли, на Ваш взгляд, в перспективе экономический, например, союз от Лиссабона до Владивостока? Это может быть сделано при наличии политической воли, если будет осуществлена та самая интеграция интеграций. Беларусь играет в этом процессе конструктивную роль и выступает в качестве моста между двумя союзами. Нам необходимо наращивать инвестиции, расширять торговлю, транспортное сообщение. Этот процесс направлен на долгосрочную перспективу и гарантирует мир. В феврале в Минске была подписана политическая декларация, в которой записано о стремлении к созданию общего экономико-гуманитарного пространства от Атлантического до Тихого океана. Мы считаем, что это эпохальное событие, поскольку речь идет о тех ценностях, которые декларировались после окончания Второй мировой войны. И мы, со своей стороны, разделяем это видение и полностью его поддерживаем. Спасибо, что пригласили меня в студию. С удовольствием принял участие в вашей программе. Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Кристиан Бах принимал участие в контурах.